Уважаемые товарищи, даже наши ученые, продвинутые практики, даже они убедились в том, что так называемая рыночная свобода – это пустой звук. Никакой свободы рыночной и никакого рынка нет. Все продвигают свои интересы, защищают свои интересы, насколько это возможно. Политические давления и торговые войны переросли в гибридное противостояние, о чем мы часто говорим в последнее время. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны и параллельно наращивать компетенции. Рассчитывать в полные меры мы можем только на себя, ну и на дружественные нам страны, такие как Россия. На этом фоне придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда. Это понимаем мы, те, кто методично выстраивает барьеры для приобретения электронной начинки из-за рубежа. То есть понятно, что мир глобальный, что как наука, так уже и производство по отдельным направлениям стали плотно интегрированы, интернациональны. Поэтому надо ускоряться. Надо ускоряться для того, чтобы, ну если не догнать передовые страны, то произвести такой продукт, который не будет критически для нас необходим из-за рубежа. Все мы понимаем, что до распада Советского Союза микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. Да, когда-то мы с ними запросто конкурировали и от них не отставали. Однако сегодня Беларусь, тем не менее, не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства. Но здесь надо было добавить, что по ряду направлений мы серьезно отстали. Это факт. Наши предприятия-разработчики предлагают комплексные решения с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля зондирования атмосферы Земли. Список здесь можно продолжать. Мы отчасти об этом говорили. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической, лазерной, физики. Отечественный потенциал наглядно иллюстрирует прежде всего достижения военно-промышленного комплекса. Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения. Причем в любую погоду и на любых высотах. Мы в числе мировых лидеров посредством радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, ну, союзного государства в целом. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси, в силу того, что нам просто штучно они нужны, единичные. И создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, ну, это просто нерентабельно. Мы никогда такой завод не окупим на этих штучных элементах. Поэтому все равно глобальная экономика, глобальное направление, там друг от друга все зависят, в том числе и мы. В нынешних условиях, так, где это возможно, от подобной зависимости, где это нужно, от зависимости западной надо уходить. На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности и другие. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел, это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач. Определенные шаги сделаны, как мне докладывают ведущие структуры, обладающие компетенциями, сформировали на площадке Национальной Академии наук в Беларуси кластер, микрооптон и СВЧ-электроника. Разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортоориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы. Эту инициативу поддерживает правительство. Хорошо. Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта. Об этом мы только что говорили. Надо сотрудничать не только там, где нас ждут с распростертыми руками, допустим, в России и других странах, но и там, где нас не ждут. Надо сотрудничать с американцами, с японцами и так далее. Хотя бы для того, чтобы видеть тот высочайший уровень, к которому мы стремимся. Работу необходимо вести, конечно же, в тесном сотрудничестве с Россией. Мы не скрываем наш интерес в этом плане, потому что реализовать все наработки, которые у нас есть, научные, опытно-конструкторские элементы, возможно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере, мы с президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу. При мне он поручил вице-премьеру Борисову заниматься этим вопросом. Дверь открыта, пожалуйста, давайте будем работать. Уровень интереса колоссальный. Сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости тесной кооперации. Как-то было ранее, когда речь шла об энергетике, сельхозмашиностроении, производстве автокомпонентов. Полагаю, нам нужен постоянно функционирующий белорусско-российский орган по координации совместной работы. Но некоторые тут предлагают, что надо какое-то министерство создавать и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали, что если мы создадим какую-то структуру над нашими министерствами, еще одно министерство, эту проблему не решить, просто будем тратить деньги. Поэтому надо серьезно подумать о координации нашей работы и кто будет ею заниматься. Сегодняшняя встреча проходит в расширенном формате. Два десятка специалистов за столом. У нас предусмотрены выступления министра промышленности и председателя президиума Академии наук. Я очень жду от участников объективного доклада о состоянии дел микроэлектронной отрасли, а также о том, как организовано взаимодействие между ведомствами Беларуси и России. Я по-простому сказал, что ракеты, самолеты должны летать. Несмотря на то, как нас будут душить американцы, европейцы, японцы и другие. Хочу услышать, как идет работа по импортозамещению в условиях этих бешеных незаконных санкций. Конкретно и по существу, что мы можем сделать, как быстро, какие требуются решения и ресурсы. Прошу учесть одно. Сейчас для вас, как и для других отраслей, для отрасли микроэлектроники шанс. Шанс почему? Откровенно говорю, мы очень востребованы. Востребованы, прежде всего, в нашей братской России, в Беларуси, пусть немного, но вы производите для Беларуси все необходимое. Ну, допустим, для техники нашей автомобилей, тракторы и так далее. И второе, под это выделяется, прежде всего, в России огромное финансирование. Пожалуйста, работайте, возьмите эти деньги и произведите конкурентоспособный товар. Петр Александрович, пожалуйста, вам слава. Уважаемый Александр Григорьевич, в Министерстве промышленности в рамках выполнения вашего поручения проводится работа по расширению сотрудничества с Российской Федерацией. В декабре месяце утверждена программа совместных действий в области развития электроники. В апреле 22-го подписан меморандумом взаимопонимания между Минпромом и Минпромторгом Российской по данному вопросу. Проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования производства электронной компонентной базы электронного машиностроения направлено на согласование Минпромторг Российской Федерации. Планируем подписать его до 1 июля текущего года. Белорусская микроэлектроника ориентирована на экспорт. Удельный вес экспорта холдинга «Интеграл» «Планар» выручки составляет 90%. Объем экспорта «Интеграла» в 2022 году составит 115 миллионов долларов. Рост 130%. В прошлом году в 2021-20-м рост составил 119%. Основными потребителями на рынке Российской Федерации являются предприятия «Роскосмоса», «Росатома» и Министерство обороны Российской Федерации. То есть самые передовые отрасли предприятий России нуждаются в сотрудничестве с нашими предприятиями? Так точно.